Платить алименты после совершеннолетия сына или дочери обязаны родители нетрудоспособных и нуждающихся детей. О том, как продлить выплату и какие условия должны быть при этом соблюдены, расскажем далее в сюжете, который выходит в эфир в рамках реализации проекта «Юридические тонкости». Законом, который полностью регулирует вопросы алиментных обязательств, является Семейный кодекс Российской Федерации. Именно Семейный кодекс устанавливает обязанность родителей по выплате алиментов, определяет размер алиментов в процентном выражении и фиксированной сумме. Одним из главных положений кодекса является вопрос обеспечения детей и совершеннолетних нетрудоспособных граждан. Если до совершеннолетия алименты взыскивались в пользу матери, то достигая совершеннолетнего возраста, гражданин уже самостоятельно должен обратиться в суд с взысканием алиментов с родителя, который обязан его содержать. Наличие инвалидности – это главный фактор, на основании которого родители должны обеспечивать детей после их совершеннолетия. Факт нетрудоспособности подтверждается заключением независимой медицинской экспертизы. Для того, чтобы ребенок-инвалид после 18 лет был признан нуждающимся в алиментах, должны быть соблюдены следующие условия. Невозможность самостоятельного получения ресурсов для обеспечения нормальной жизнедеятельности и отсутствие каких-либо выплат со стороны государства. Пособий, пенсий по инвалидности. Алименты после 18 лет обычно выплачиваются инвалидам первой и второй групп, так как третья группа является трудоспособной. Законодатель говорит о том, что такое право имеется, но реализовывать нетрудоспособный совершеннолетний ребенок должен самостоятельно. Либо обращается за помощью своего законного представителя, если он у него имеется, либо за помощью юриста, который будет представлять его интересы в суде. В момент подачи иска роли не играет. Пока ребенок признается нетрудоспособным и нуждается в деньгах, он имеет право на алименты. Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Вот в этом случае, конечно, сбор доказательств достаточно хлопотный, объем документов будет большой, но тем не менее суды встают на сторону совершеннолетних детей и взыскивают алименты. В твердой денежной сумме она на сегодняшний день зависит от минимального размера оплаты труда, установленного для категории граждан-пенсионеры и будет зависеть от доказанности необходимых расходов на содержание и проживание. Такие случаи в нашем городе были, и они неоднократные, и граждане действительно обращаются и защищают свои права в алиментных обязательствах. Важно, что в России взыскать алиментные платежи на трудоспособного и дееспособного ребенка-студента старше 18 лет нельзя. Алименты необходимо платить до 18-летия ребенка, независимо от того, учится ли ребенок или же нет. После достижения этого возраста никто не может заставить родителя делать отчисления. Другое дело – соглашение между отцом и матерью, в котором ими определен момент окончания денежных обязательств, размеры и порядок выплат. Однако, статус такого соглашения сомнителен, так как нотариус не заверит соглашение о выплате алиментов на ребенка после 18 лет, а по нотариально неудостоверенному соглашению заставить родителя платить какие-либо средства будет невозможно. Таким образом, алименты после 18 лет положены только нуждающимся инвалидам. А распространенное мнение о том, что пока ребенок находится на обучении, он обязательно будет получать выплату ошибочно. Прежде чем подавать исковое заявление в суд, необходимо тщательно проанализировать вашу ситуацию, а также проконсультироваться у специалиста. Продолжение следует...